шриуробинда когда я слышу о праведном гневе я удивляюсь способности людей к самообману ну гнев не может быть праведным или неправедным такого не бывает потому что сам по себе гнев как мы его не оправдывали это низшее животное проявление вибрация низшего витального гнев это именно есть там вибрации низшего витального имеет свойство энергетически раздевать человека буквально его опустошать и все его духовные накопления если у него когда-то и были вот они в миг сходят на нет и в период гнева вы очень легко становитесь объектом внимания и нападок враждебных сил в одном мгновении враждебные силы питаясь вашими излучениями гнева будут вас провоцировать на всякие непотребства плохо вами контролируемые а посему ловите и осознавайте вибрации гнева и раздражительность разожидность от те же самые вибрации гнева только может быть на порядок пониже но результат один и тот же в конечном счете ловите буквально на входе благодаря практике бдительность когда ведь что вы начинаете ну выходить из равновесия начинаете гневаться возмущаться или гневаться неважно можно представить как угодно какими угодно оправдательными терминами праведного гнева не бывает если вы разгневались то разгневались вы не обстоятельства заставили разгневаться вы должны соблюдать и сохранять ровность понятно вот и все энергия сознания как только вы это осознаете по сути обладает действительно удивительным свойством мгновенно на входе угасить вот эти начальные вибрации гнев как только вы поняли что начинаете гневаться пауза все в одно мгновение это каким-то образом рассасывается ну в качестве примера праведного гнева часто приводят евангельский эпизод изгнания спасителем миновщиков и торговцев из храма помните вот это очень хороший аргумент для оправдания обычно вот в этой ситуации несу что отнюдь не гневался отнюдь не гневался вот на людей которые не ведают что творят он и на палачей своих не гневался если помните да люди не ведают что творят он просто вымел нечисть из храма где и не надлежало быть вы же когда подметаете пол ну наверно не гневаюсь хотя наверно гневайтесь на того кто насорил там как неряшливо себя вел но это мелочь но когда вы пол подметаете по-настоящему черном нет то же самое сделало понятно невозможно упрекать человеческое существо которое делает все на что только она способна со своим сознанием ведь как она может выйти за пределы своего сознания и это как раз та ошибка которую допускает большинство людей они судят о других в соответствии с собственным сознанием но других нет их сознания у других другое сознание так вот люди чуть продвинутые в духовной работе силу засти и эгоистичности пока еще в засти и эгоистичность своего сознания требует от других людей того что не соответствует пока уровне готовности сознательной духовной реализации они начинают требовать чтобы другие люди были такими какими они должны по вашему мнению быть это типичная ошибка всех то мало мальчике звену с мертвой точки намеревается спасать других естественно пока еще не спасшись сам принуждать людей к тому к чему они пока не готовы это очень большая ошибка это очень серьезная ошибка по этому поводу в огне йоге сказано замечательно следующее сказано эволюция самостоятельно и добровольно это основной закон невозможно заставить людей духовно эволюционировать нельзя принудить в благу спящее сердце можно указать можно ставить вехи но сломать сознание значит убить корень будущего древа нельзя ни в чем насиловать волю людей учение света притворяется в жизнь когда дух совершенно добровольно познает необходимость восхождения потому не утруждайте никого наставлениями опасайтесь навязывания не только в отношении чужих зазываний но чтобы самим не сделаться навязчивыми и еще оттуда же из огней йоги невозможно исчислить вред навязывания нельзя без презрения увидеть как на базаре продается учение с ступкой уметь понять что сознающие свое значение учения не будет выставлять себя на базаре не рекламировать не насаждать надо человек возьмет положите на перекрестке дорог до тот кому нужно возьмет посмотрит его так его все согласно видению более полного или более высокого сознания человек обманывает себя но сам этот человек делает самое лучшее из того что как он думает он должен сделать это снова возвращает тому что совершенно невозможно осуждать кого-то кто действует искренне следуя своему ограниченному сознанию ну мы с вами то есть те кто следует по пути сознательной духовной эволюции должны принимать людей такими какие они есть если их поступки их позиции их мнение абсолютно искренне соответствует их теперешнему личностному статус вот они не могут по-другому для них это не ложь не вранье они абсолютно искренне уверены в том что они делают это что они говорят понятно это уровень их сознания и когда мы смотрим на западных людей которые но он половину врут а есть те кто не врут вот знаете по отношению к россии не абсолютно искренне вот так они настроены так они в общем-то в этой войне новой четвертой мировой настроены на весь свет что они абсолютно искренне в том что они видят думают или понимают по отношению к другим людям абсолютно искренне это четвертая война первая мировая помните было четырнадцатом году началась в восемнадцатом закончилась 2 это 39 45 3 холодная война холодный в которой мы проиграли четвертая война очень опасная сегодня очень опасная война которая ведется в направлении ложной информации создание пятой колонны до а уж потом когда разлагается государство если требуется его добивает вооруженным путем но это не всегда вот нас вооруженным путем не добивали югославию добивали амганистан добивали там ливию добивали то есть четвертая война идет сейчас и средства используются самые что ни на есть но сегодня коммуникабельные которые сетью паути напит опутают весь мир информационная война когнитивная война то есть на сторону элиты так называемой властвующей и духовной в кавычках элиты их обрабатывает соответствующим образом говорят о совершенно новой замечательной жизни которая должна быть вот и соответственно не абсолютно искренне занимают ту позицию которая изнутри разлагает все государственные структуры например украина классика рядышком это гибридная война то есть используется все средства гибридная война была холодная в гонке вооружение кто кого это гибридная война с использованием средств массовой информации и много того что сегодня воздействует и влияет на сознание вот тех людей с обычным сознанием которые действительно не ведают что творят но бывает что действует в основном абсолютно искренне абсолютно уверен что они прав так делаются революции перевороты и с этим явлением с явлением что люди действительно обманывает сами себя не понимая этого и ведут себя так как считают нужным и считают абсолютно искренне мы правильно с этим явлением на приходится сталкиваться повседневно и повсеместно таково сегодня современное человечество претензий к нему этих быть не может это определенная непрозрачность материи субстанции препятствует ей проявлять сознание высшее сознание именно эта непрозрачность дает материи ощущение существования это составляет часть переживаний этих последних дней мать гвита своих переживаниях в течение недели я жила в некой текучести прозрачной текучести по мере того как это прозрачная текучесть замещалась тем что я называю сейчас непрозрачностью возвращалась некая концентрация существования тела так вот термин прозрачная текучесть о которой говорит мать означает пребывание в домом тонком вибрационном теле в состоянии абсолютной энергетической прозрачности то есть ощущаешь существо и тело протекает энергия высшего качества но само ощущение тела как такового его не этот прозрачная текучесть и как бы есть вот эта энергия которая распространяется во всех направлениях до какой-то беспредела вот это ощущение совершенно конкретно вот эта прозрачная текучесть и как только мать говорит вот прозрачность текучести нарушается дает знать о себе физическое тело вот этот разительный контраст ощущения когда ты чисто вибрационная структура которая распространяется повсюду и абсолютно тождественно всеобщему божественному и когда малейшее это сказать влияние материальной структуры или физического тела ты начинаешь ощущать что текучесть это уже не прозрачное что есть какие-то препятствия вот ощущение препятствий вызывает ощущение но физического тела с какого-то времени где-то уже лет десять я не ощущаю ска непрозрачности в текучести текущий постоянно прозрачно то есть то что физическое тело мешает протеканию энергии вот этого ощущения меня лет десять-двенадцать уже нет вот мать говорит на тот период вот как раз об этом я сейчас говорю дальнейших как бы ощущениях которые идут в развитии вот этого состояния которое она ощущал как двойственное состояние пока еще не окончательно не освободившись от влияния вот этой интересной структуры чтобы делать все точно разум ограничивает и разделяет все и очевидно есть точность есть точность которая может прийти от более ясного видения безделения и разделения именно таким видением будет супраментальное видение его точность будет приходить одновременно с видением связанности всего без всякого разделения но это еще только подготавливается ну речь идет о том что новое супраментальное сознание или новое правильно сказать супраментальное видение которое свойственно этому сознанию это целостное интегральное видение которое связывает все детали фрагменты этой мозаичной ментальной картины мир воедино мы же видим мир в свете нашего ума по отдельных фрагмента до его деле и потом пытаемся как это свет как связать это в целое но супраментальное вид нет видне прежде всего целого и каждый фрагмент каждая деталь стоит на своем месте только им присущим никаких то сказать противоречий на вот никакой дисгармонии в ощущениях не возникает вот благодаря этому принципиально нового качества сознания в своей профессиональной деятельности по расследованию авиационных происшествий имел возможность довольно быстро и правильно ориентироваться в развитии крайне запутанных полетных ситуаций которые не укладывались в рамки человеческой ментальной логики потому что всегда ищет логику в поведении там это в развитии ситуации я не имею ума логики не видел я просто видел закономерность развития ситуации а потом через посредства ну логики но будем говорить доступной для понимания тех кто будет читать эти материалы пытался это представить уже разживав этот материал потому что никаких сложностей видение понимание ситуации в целом сразу не возникало сразу же видение целостное потом уже детализация и каждый фрагмент укладывался уже в четкость последовательность причинно-следственных связей который ну предстоял только описать вот и все даже счет не хватало я говорил ищите должен быть еще один фактор вот тут звено выпадает я говорю ну не выпадает просто его надо искать даже не бывает так чтобы вот причины следственной цепочки как нарушалась а если ты будешь ментально ситуация анализировать то что-то выпало ты уже не можешь от связать возникает противоречие а теперь я хочу процитировать что говорит шевробинда супра ментальном сознании его проявление на земле я просто процитирую его супра ментальное сознание лежит в основе всего проявленного мироздания она является собой динамической сознание истины всегда свободны от неведения по своей природе она представляет собой нераздельное божественное единство мудрости исполнительной воли супер разум это божественная мысль в действии сознание истина лежит в основе земного существования в основе эволюции в основе упорядоченной бытия во вселенной действия и проявления супра ментального сознания отличается решительностью целеустремленности по своему охвату они безграничны проявление супер разума на земле как божественного откровения предопределено является грядущей стадии эволюции сознания именно человеку суждено стать проводником супер разума на физический план на физический план сознания потому его эволюционной миссии совершенно особенная не только трансформировать и обожествить собственное сознание собственное тело но и вызвать эволюционный взрыв на всей планете на этапе проявления супер разума на земле решающую эволюцию эволюционную роль будут играть люди избравший путь сознательной эволюции в качестве единственно возможного средства для прокладки в дороге в будущее ну в последнем абзаце речь идет о нас с вами мы все таки наверное выбрали уже этот путь то есть мы прокладываем дорогу в будущее то есть мы стоим у истоков очень грандиозного события лет это через 50 или через 100 вот будет интересно посмотреть вот как трансформируется наш сегодняшний с вами видение и дела и действия на более широком варианте вот интересно было посмотреть вот это действительно интересно вот единственное что хотелось бы вот вот увидеть лет через 50 до что станет с тем чем мы сегодня с вами занимается вот единственный интерес вот из будущего потому что более всего интересует настоящего ты с будущего именно это интересно ну для себя вот я сделал такой маленький эксперимент чтобы мне было интересно вернуться сюда и посмотреть может доведется еще и вернуться а тут не интересно ну фоточку с или в замочную скважину смотреть ну как-то не знаю а может быть надо сюда я не случайно занял сейчас экономикой геополитикой вот вот какой-то интерес появился вдруг вы веносе под чем-то заниматься более серьезным чем сейчас я же не знаю почему-то у меня проявился интерес к каким-то вещам которым меня но не было интереса был интерес чисто такой спортивный но тут приходится как то очень странно более глубоко смотреть марксом занялся капиталом все там интересные вещи ни с того ни сего не на пустом месте потому что из маркса вообще вытекает все оказывается на самом деле все потому что весь запад пользуется максим но умалчивает об этом они ищут свои варианты как бы радикальные марксистской теории а истоки то и базис заложен был в середине 19 столетия именно маркс то что касается капитализма видимо это все последняя формация такая включая госкапитализм там варианты но капитализм как таковой последнее в материальном плане наверное будет потому что все остальное видимо будет уже другой материальности вершится в одном из писем датированных июлем сорок восьмого года то есть незадолго до ухода из тела штреорибин дописал следует помнить что новый мир приход которого мы предвидим не будет создан из той же структуры что и старой только с внешними различиями более того он должен родиться иными способами внутренними а не внешними стало быть лучше не быть излишне озабоченным плачевными событиями которые развертываются сегодня вовне но скорее расти самому внутри таким образом чтобы быть готовым к приходу нового мира какой бы ни была форма который он примет речь идет действительно внутреннюю преображение а внутренней работе который мы должны в первую очередь заниматься почти все человечество сознает только физическое существо благодаря воспитанию расчет число людей сознающих свой витал и ум что касается людей сознающих свои психическое существо их относительно мало ну подавляющее большинство населения нашей планеты живет преимущественно в поле физического ума в поле телесных ощущений соответственно телесных потребностей но включая материальные на гораздо меньшее число людей имеет довольно развитый высший метал тонкую витальную структуру выше и возвышенный разум практически ничтожное число людей ну ничтожны относительно общей численности населения планеты имеют хорошо развитые психические существа и готовы сознательно эволюционировать достаточно малый процент относительно общего числа населения земли это неудивительно ибо те кто полностью состоялся в духе они уже выполнили свое земное предназначение на земле больше не возвращаются и пополняют собой полюс света на тонком плане бытия в новой форме в новых структурах именно полюс света там на тонком плане формируется и оказывает достаточно сильное позитивное трансформирующие воздействие на земное человечество то есть создается напряженность между тонким планом бытия полюсом света и земным человечеством преимущественно пребывающим в поле неведении ну тьмы условно говоря происходит этот процесс перетекания духовных плодов на тонкий план бытия и оттуда уже оказывается с этого тонкого плана оказывается совокупное воздействие на земное человечество вот оттуда сила правильного духовного просвещения способны сегодня пробудить спящие сердца тех людей кто готов к сознательной эволюционной работе должно быть гораздо больше но они должны пробудиться они должны проснуться поэтому на первый план сегодня выходит правильное духовное просвещение которого по сути никогда никогда вот не было на планете честно говоря может я много чего повидал много чего посмотрел прочитал и прочувствовал вот такого еще никогда не было просто не было россия это страна потенциально готовая была проявить вот эти новые качества и так требуется именно правильное духовное просвещение чтобы выйти из некой религиозная ловушку которой мы попали еще в средние века ловушку религиозную понятно или нет просто религия и духовное становление совершенно разные вещи религии это всегда разделение это всегда мы и другие да религии много и какой бы замечательной ни была религия это всегда противоставление себя остальным религиям ясно в чем заключается эта ловушка любая религия это ловушка вот не хотелось что мы подали еще раз ловушку даже нормальные люди впадают в эти ловушки я просто знаю потому что им кажется что было когда-то замечательно и правильно как им казалось да оно незыблемо и должно сегодня играть именно решающую роль вы отрицаете динамику эволюционного процесса то что было хорошо там 100 200 300 400 тысяч лет тому назад сегодня уже вы не действует в практическом плане поэтому вы должны быть революционерами духа если вы имя не будете то так и будете со свечками со сложенными руками вызывать вот к прошлому и совершенно не видеть будущего которое рождается каждое мгновение нашем сознании если мы правильно реализуем а то работа который идет речь вот и все если ты живешь в этом сознании никакая магия не может его затронуть так вот никакая магия никакое колдовство никакие сглазы и никакие порчи никакие деструктивные вибрации никакие дунные воли никакие коварные враждебные силы и прочее 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 не состоянии повредить вам если вы одеты в живую броню которая соткан из супраментальных вибраций живую духовную броню ни одна тварь туда проникнуть не может понятно наверно на подходе сгорит никакая тлетводная дрянь не способна проникнуть вас и вы вы находитесь находитесь под надежной защитой свыше надежным божественным покровом какой покров пресвятой богородицы все ничто вас не может вывести из состояния вот этой благодати который не понял 14 числа сегодня покров сегодня все знаете религиозные люди ну я уже сегодня говорил мы с этого начали люди имеющие вот то сознание который им ну позволяет в это верить они в это верят и поэтому приходит мы же не будем их осуждать ну хорошо но люди просто хотят ничего не делать и чтобы им было хорошо как хорошо они не знают ну надо знает чтобы не болеть там ну не умирать они еще с этим как-то не очень не болеть хорошо кушать до иметь то что хочется наверно поэтому ходит я не знаю зачем ходить чего просить нет новые в это уже чисто материальная вдруг сохранился вот сохранился и все коль говорят сохранил значит сохранился потому что там все непогрешимо сохранился да вот правая десница там кого-то сохранилось ее тоже возят вот правую кисть да хорошо что у нас мощи еще закрыты на востоке и в той же сербии там греции там мощь открыты то есть там вот как египетские мумии вот они все на виду у нас покрывают их немножко да понятно нет сколько же мути в нашем сознании но ничего жизнь заставит пересмотреть по и что сознание становится все более более интенсивным чем-то таким господствующим над всем это тело как нечто плавающий в этом сознании но не активно у него нет ощущений того что она инструмент я не знаю что это и это не инструмент так вот в интенсивном потоке этих вибраций супраментальных у матери возникло некое странное чувство смешанное чувство я ее понимаю что ее тело по видим она имеет ввиду физическое тело плавает в океане всеобщего сознания не является больше инструментом какой-либо воли однако скорее все это ощущение чисто пребывание в новом вибрационном теле и ошибочно но накладывается матерью на старую физическую форму то есть она очень здесь как бы не в состоянии еще разделить конкретное ощущение чистого пребывания в вибрационном теле его связи с физическим телом поэтому она вот в этом переходном состоянии еще несколько путается путается в ощущениях и пытается приписать эти ощущения физическому телу хотя на самом деле совершенно не так нет никакого ощущения или восприятия отдельной индивидуальности есть бесчисленные переживания дюжинами каждый день показывающие что именно из-за тождествления или объединение с другими телами чувствуется нищета другого и это факт и это не чувствуется как убогость другого тела это чувствуется как собственная убогость интересное переживание испытывает мать у нее начался период у нее начался период отождествления с безнадежно больным земным человечеством то есть она отождествляется с людьми со всем человечеством и с конкретными людьми если есть какая-то адресность как с безнадежно больными имеется ввиду физически и не будь защиты свыше это можно было бы приравнять к пребыванию наверно в аду если ты ощущаешь все боли все невзгоды все беды все язвы под физических страданий людей это действительно можно было приравнять пребыванию водой в этом отнюдь не сладком состоянии по сути нами коль мы в нем оказываемся отрабатывается в общечеловеческой греховность та самая мрачная греховность которая тяжеленной ношей если вы помните из евангельских текстов легла на плечи спасителя он как бы испытал это всю общечеловеческую греховность все беды все изъяны общечеловеческие он говорил моя душа оскорбит смертельно если помните то как раз вот это отождествление его с земным человечеством с подсознанием болезненным всего человечества вообще с физической болью вот это состояние он в полном одиночестве не испытывал вот так господь на каком-то этапе встраивает нас в общий эволюционный процесс чтобы мы какое-то время поработали на благо всего человечества в этой общечеловеческой помойки по сути мы уже можем сжигать в новом супраментальном теле вот эти греховные отходы ну которые выделяются людьми из отхода до греховные на тонком плане вот и снижая тем самым при этом процессе до снижая тем самым напряженность излишнюю в этой весьма опасной сфере ядовитой сфере в этой астральной помойке которая переполнена через край переполнены деструктивными вибрацией вот нам приходится на каком-то этапе заняться этой работой но не специально естественно просто мы встраиваемся в этот процесс на какое-то время не на постоянной основе то что существует это действительно от и только эта возможность божественная возможность делает его не полным адом ведь позади этого да есть божественная возможность живая реальная существующая и к ней можно прикоснуться жить в ней иначе было бы ужасно ну речь идет о том что если бы не постоянное божественное присутствие то снести это крайне муторное состояние был бы нам невозможно было бы невозможно так можно смело сказать в аду но с богом вот это состояние можно и над характеризовать коротко именно так современный психологический климат на земле погружает нас в чрезвычайно ядовитую мрачную атмосферу а наше дежурство по планете это еще один очень важный эволюционный шаг который мы делаем пути вечность успешно это испытание пройдя мы должны это испытание тоже пройти тоже как бы сок человеческий с нижней полусферы надо отождествиться не только вверх познать но и вниз в полной мере да потому что у господа и вверх и низ это его вотчина поэтому получить опыт пребывания в аду но с богом да это тот самый опыт важный который мы на пути выкарабкивание что лили выползание из материального плена должны тоже пройти обязательно